Кому-то весенний дождь в радость, а вот для жителей дома 60 по улице радио он стал самым настоящим стихийным бедствием. Люди жалуются, вот уже несколько месяцев у них проблемы с кровлей. Не раз из-за осадков затапливала квартиры на верхнем этаже и даже подъезд. В чем причина и кто будет решать коммунальную проблему в сюжете Анастасии Кучер. Под такую мелодию дождя жители пятиэтажки по улице радио 60 уже несколько часов пытаются решить, что предпринять. Жалуются, проблемы с кровлей начались еще в феврале этого года. С этим обращались в КП основания, но вопрос по-прежнему открыт. Сказали, что денег у основания нет, поэтому покупайте сами рубероид и мы вам сделаем. Мы в апреле собрались с деньгами, купили рубероид, завезли им на склад, после чего нам обещали, что нас поставят в первую очередь, но работы так и не начали производить. Самое страшное, что вода уже залила электрощиты, рассказывают люди, говорят, своими силами отключили питание и вновь стали звонить жилищникам. Сейчас подойдут, подойдут электрощиты. Ну сколько же можно ждать, мы уже больше двух часов ждем, мы уже звонили с Еленой Станиславной, разговаривали, в приемной у нас девочка слышала, мы в коммународский райисполком уже звонили. Ну сколько же можно? Пожаряй и постараться подойти электрощиты. Спасибо. В свою очередь в КП основания отмечают, дом, как и обещали, поставили в первую очередь. К работам приступили еще на прошлой неделе, однако завершить ремонт помешал дождь. Мы приняли заявление и решили провести эти работы по взаимозачету. Люди приобрели материал и привезли нам на склад 4 апреля. Мы включили в план работ на месяц, мы отставили все свои планируемые работы и мы включили в первоочередное радио 60, приступили к этим работам. Мы покрыли 5 рулонов рубероида, но из-за погодных условий мы не смогли вчера продолжить работы. Сейчас, по словам коммунальщиков, в проблемном доме ведутся ремонтные работы. Рассчитывают закончить реконструкцию в ближайшие дни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...